Воспитанники 8-й коррекционной школы-интерната тренируют свои спортивные навыки. В руках у ребят мяч с автографами звезд мирового футбола. Спортивный снаряд есть у каждого из 10 юных спортсменов. Мячей они получили на Кубке Легенд 2020. Он по традиции прошел в российской столице. Три дня ребята провели рука об руку с именитыми футболистами. Уже в финале мы вышли на поле с футболистами. Они нам пожимали руки, мы им отдавали мячи с их автографами, и они выпинывали их на трибуны, как подарок. Это, конечно, прежде всего волнение, волнуешься. Так в команде тоже тяжело играть. 10 воспитанников специальной коррекционной школы-интерната номер 8 отправились на Кубок Легенд по приглашению Российского футбольного союза. Мальчики признаются, каждый из них увлекается футболом, и такая поездка стала настоящим и долгожданным подарком. На матчах ребята подавали игрокам мячи, выводили спортсменов на поле и даже закрывали кубок. Кроме того, именитые футболисты провели для ребят мастер-классы. Когда у нас проходил мастер-класс, а тренировали их звезды мирового футбола из сборной Германии, мы с ними разговаривали на английском языке, я для ребят переводила, что нужно делать, какие упражнения выполнять, и все было нормально. Я думаю, что это одно из мероприятий, которое невозможно забыть, оно останется с нами на всю жизнь. Эти ребята единственные из нижегородских школьников, которым повезло оказаться на Кубке Легенд в этом году. Вместе с ними топовым игрокам помогали воспитанники школы Жевска и Московской области. В планах у нижегородских юных спортсменов приложить еще больше усилий для достижения успеха в спортивной карьере, а руководство школы задумывается над созданием футбольной секции. Екатерина Васильева, Алексей Калякин. Время новостей.